К чему не прикасаются московские чиновники, все обращается в золото. В золото для них. А для граждан это чревато все новыми и новыми потерями. В данном случае мы можем потерять Измайловский лесопарк. Вороватые чиновники полны проектов, особенно ресурсоемких. Данный проект, составленный с нарушением действующего законодательства, предполагает превратить часть Измайловского лесопарка, где всегда отдыхали москвичи, в бизнес-стройку. Природа по боку, деньги важнее. Тем более, что политическая ситуация шепчет, хапать надо быстрее сегодня и сейчас. Вместо чистого леса здесь построят деловые и торгово-бытовые объекты. Прикрытие, как всегда, иезуитское. Облагораживаем, чем же вы недовольны. Флора и фауна, значит, лес исчезает. Я считаю, что это недопустимо. То есть формат парка для Измайловского леса совершенно недопустим. Чиновникам кажется, что без их взгляда и без их участия даже дерево не будет расти, травка не будет зеленеть по весне. И поэтому они обязательно должны потратить какие-то бюджеты, принять какие-то программы развития. И вот тогда лес будет лесом. А иначе это не пойми что. И с моей точки зрения, и с точки зрения большинства, я думаю, здесь собравшихся, лес он хорош тогда, когда он лес. Его нужно содержать в чистоте. Это правда. И лучше бы, может быть, больше денег тратили на уборку этого леса, чем на привлечение туда новых торговых точек, например, которые будут только делать все грязнее. Я живу довольно далеко от Измайловского парка, в нашем очень проблематичном Замоскворечье. И сюда приезжаю, чтобы отдохнуть именно в лесу, где сохранен еще природный ландшафт. Сохранены те объекты природы, которые позволяют естественному биоцинозу создавать этот неповторимый для нашей городской зоны воздух, лечебный воздух, который дает нам силы жить. И очень печально просто, вы знаете, до слез видеть, как действительно цивилизация, кажется, такая нужная и необходимая, она губит кусочки естественной природы, которые являются гордостью нашего города и которые являются нашим здоровьем. В первую очередь не устраивает то, что планируется строительство храмового комплекса на том месте, где сейчас растут деревья. Не устраивает то, что на территории более 1400 гектаров планируется работа, связанная с почвой, которая может привести к уничтожению естественных почв Измайловского парка и представляет угрозу его природе и белкам, и птицам, и другим животным. Часть из которых, кстати, занесена в Красную книгу и в проекте не было представлено необходимого документа о том, что этот проект не угрожает этим редким видам. Я считаю, что нужно изменить 342-е постановление, нужно привести его в соответствии с земельным кодексом и со всеми другими законами, в том числе с законом города Москвы об особо охраняемых природных территориях. Нужно, чтобы это постановление прошло обязательную экологическую экспертизу, которую сегодня оно не имеет. И тогда московские парки, я надеюсь, будут хотя бы относительно и хотя бы немного защищены. И кроме того, необходимо пересмотреть все проекты планировок, которые к настоящему моменту разработаны на основе этого постановления. Граждане полны решимости отстоять любимый Измайловский лесопарк. Ведь это их деревья, это их кустарники, это их воздух, их ареал обитания. Они здесь жили десятилетиями и дышали чистым воздухом. И никакие чиновные аппетиты для них не указ. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник», особая буква.